Всем привет! Это программа «Весь спорт». О главных новостях недели расскажем мы, Екатерина Назарова и Александр Захаров. В ближайшие 20 минут о всём самом интересном за последние 7 дней. Мы начинаем. Как защитить своего ребёнка от травм в большом спорте? Что должен знать каждый родитель? Открытие нового зала на Савина-1. В хоккейной школе появилась разминочная, бросковая зона, кардиотренажёры. Эксклюзивное интервью Владимира Юрзинова. Какую роль в карьере сына сыграл легендарный наставник? На этой неделе стал известен примерно состав звенья в сборной России на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января в Чехии. Среди игроков в этом году, увы, нет представителей команд системы «Трактор». Шансы имели Илья Гатиитулин, Демид Мансуров, Егор Степанов и Пётр Ясинский. Но в окончательную заявку они не попали. Руководство «Трактора» этот факт не устраивает. Поэтому сейчас в чёрно-белой школе идут большие изменения. Например, финансовая помощь в этом году составила 7,5 миллионов рублей, что на 5,5 больше, чем в прошлом. Увеличилась оплата судейства, ежемесячные доплаты, стипендии тренером и хоккеистам. Были закуплены новые клюшки, защитная экипировка и мягкий инвентарь. А на этой неделе там открыли новый бросковый зал. Смотрим вместе. Игроки «Трактора-2003» отрабатывают броски по воротам. В новом зале спортивной школы Насавина-1. В среднем каждый хоккеист делает по 100 бросков в день. Сила броска увеличивается, точность броска увеличивается. Это помогает очень. У нас несколько человек ходят сюда, несколько на велотренажеры, кто-то на дриблинг. У кого какие качества ему не хватает, он дорабатывает сам лично. Руководители клуба и школы «Трактор» презентуют новое спортивное помещение. На месте бывшего бильярдного зала. Здесь бросковая зона, кардиотренажеры и разминочная. Они улучшают качество, как это точность броска. Допустим, бросковая зона. Вы, наверное, сейчас сами попробовали. Вы же сами представляете, сколько если это 100 раз бросит, какая нагрузка идет на кисти. Это, соответственно, моторика развивается, точность глазомер. И увеличится мышечная масса именно та, которая нужна при броске, при точности броске. Для чего они делаются? Это уже второй новый зал в школе на Савина-1. В ноябре была открыта зона для дриблинга с тренажерами для прыжковой подготовки и развития моторики и координации. Всего на обновление школы будет потрачено порядка 10 миллионов рублей. Скоро будут закуплены новые тренажеры, системы мониторинга частоты сердечных сокращений и другое современное оборудование. Расходы на себя взяли воспитанники челябинского хоккея – Евгений Кузнецов, Максим Шолунов, Никита Местеров и другие инвесторы. И поверьте, тут есть еще куда вкладывать свои личные средства, чтобы действительно получить какой-то результат. Я хочу также сказать, что в принципе все эти ребята, они, как правило, действующие сегодня игроки, они летом всегда собираются здесь, играют вместе с нами. И они точно так же смогут воспользоваться всеми этими залами. Стоит отметить, что презентацию нового зала устроили в день рождения легендарного челябинского хоккеиста и тренера Валерия Белоусова. Посмотреть на новое помещение пришли и ветераны трактора – Анатолий Картаев и Николай Макаров. Опробовали бросковую зону и оставили свое пожелание хоккейной школе. Нам бы хотелось, чтобы вот эти ребята, детские тренера, учились и заканчивали высшую школу тренеров. И тогда у них появится гораздо больше багажа для того, чтобы обучить этих ребят. Я думаю, тогда наша школа, школа-трактор, тоже вырастет и в глазах и болельщиков, и в глазах всех, кто хочет туда попасть. В школе прислушиваются к ветеранам. С этого года два лучших наставника по итогам сезона будут дополнительно обучаться в высшей школе тренеров – в Уралгувке. Руководители уверены – все эти меры помогут челябинской школе воспитывать игроков высочайшего уровня. Ну а пока в школе обновления, главная команда мастеров продолжает бороться за место в плей-офф. Челябинский трактор на этой неделе сыграл две домашние игры после паузы на Евротур против Амура и Нефтехимика. Кстати, во время игр национальных сборных четыре хоккеиста клуба сыграли за свои команды. Иван Федотов, Илья Карпухин провели матчи за Олимпийскую сборную России на турнире в Швейцарии. Ник Бейлин за Белоруссию принял участие в турнире шести наций, а Лукаш Седлок за Чехию сыграл на Кубке Первого канала, где, к слову, стал лучшим снайпером. А вот главный тренер черно-белых Владимир Юрзинов ответил на вопросы журналистов медиахолдинга УТВ. О проблемах трактора, о родном отце, о карьере специалиста. Смотрим далее. Ну, всегда непросто, понятно, приходить в команду и летом, и, в общем-то, по ходу сезона, конечно, все-таки это сложнее. Потому что новый коллектив, и новые игроки, и, в общем-то, ты не знаешь, в каком состоянии находится команда. Потому что многие вещи влияют на результаты. Игра вратарей, травмированные игроки. В общем, много таких компонентов. Ну, а по поводу трактора, я хочу сказать, что, когда поступило предложение, я хотел поехать в Челябинск. Я даже практически не разговаривал, дал согласие сразу. Потому что, все равно, в свое время даже те клубы, с которыми работали, наверное, все-таки по манере игры, по манере игры, мне челябинский трактор чем-то близок. Потому что, и работая в Финляндии, и работая в Слаут Юлаеве, и, в общем-то, зная стиль челябинского трактора, и какие традиции, и какие тренеры великие здесь работали, мне счастье довелось играть и против Валерии Константиновича Белоусова, и против Сергея Михайлова. И, в общем-то, для меня, в принципе, известный клуб, и я помню еще, будучи молодым, многих игроков челябинского трактора. Большое количество травмированных игроков – это, я считаю, основная проблема трактора. Как она была с начала сезона, так и сейчас. Потому что на сегодняшний момент у нас не могут выступать по разным причинам из-за травм. Пять игроков. Пять нападающих, часть на которых мы рассчитывали, как на лидеров и игроков, в общем-то, второй пятерки, они, к сожалению, отсутствуют. Несомненно, то, что сложности, то, что вратарская линия, наверное, не сыграла в начале сезона, как этого все ждали, конечно, это вносило определенную нервозность. Ну, есть много моментов. Нам надо учить новые вещи, нам надо обучать игроков, где-то успокаивать, где-то, наоборот, давать по шее. Так что такая работа, она ежедневная, и ведь люди все разные. И я считаю, что есть очень важные психологии, потому что кто-то чрезмерно волнуется, кто-то, наоборот, чрезмерно, ну, спокойных нет, наверное, я неправильно сказал. Ну, все личности и персоны. Здесь очень важен, конечно, индивидуальный подход каждому игроку. Хотя все скомкано, времени нет, и в ауральном режиме мы работаем практически все время. И хорошо, что у нас подобрался хороший тренерский штаб, и вот молодые ребята, челябинские тренеры, и Ари Мойсене приехал, тренер ротарей. Отец сказал в свое время определяющую фразу, что у каждого тренера свое лицо, он должен идти своим путем. И он сказал, что он должен делать, как я считаю, нужен. Хотя об этом, наверное, потом пожалел. Потому что практически с того момента мы работали и в разных клубах, и потом и в разных лигах. И мы с отцом очень хорошие друзья. Было очень много хороших моментов. И работа в Финляндии, и работа в Локомотиве с Уитоком, и работа в Салават Юлаеве, работа в Китае. Сейчас работа в Челябинске. Интересно, в своей жизни удалось посвящать интересных людей, играть против хороших команд, против сильных тренеров. И, в общем-то, удавалось добиваться хороших результатов. Поэтому я считаю себя, в общем-то, счастливым тренером. Это, в общем-то, тренерская жизнь очень интересная. Далее у нас небольшая реклама. Не переключайтесь. Это программа «Весь спорт», и мы продолжаем. На создание следующего сюжета нас подтолкнула жительница Челябинска, которой пришлось перед соревнованиями сына подписать некое согласие. Что при несчастном случае и даже летальном исходе участника турнира Федерация этого вида спорта и организаторы никакой ответственности нести не будут. И вот вопрос. Кто виновен в том, что дети на соревнованиях получают тяжелейшие травмы? И как родителям обезопасить свое чадо от непредвиденных ситуаций или даже инвалидности? Разбираемся вместе. Десятилетняя Кристина Байдери на два года занимается грэплингом. В этот вид спорта ее привела мама, чтобы девочка могла защитить себя. Спортсменка уже участвует в соревнованиях, рассказывает, перед боями всегда волнуется. Но серьезных травм, слава богу, не получала. У меня больше всего золотых медалей первых мест. Мы на соревнованиях, я там всех поборола. Также победить всех и занять первое место хотели и вот эти юные спортсмены. 24 ноября в турнире по смешанным единоборствам в Агаповке. Среди них и 12-летний школьник из Магнитогорска. Но для юного бойца эти соревнования закончились не победой в ринге, а тяжелейшей черепно-мозговой травмой. После двух поединков мальчик почувствовал острую головную боль. Затем он потерял сознание. Его доставили в больницу Магнитогорска, где стало понятно, ребенку срочно нужна экстренная помощь. Сложное хирургическое вмешательство. Мальчика начали оперировать с помощью видеосвязи с врачами Челябинской областной больницы. Позже уже в Южноуральской столице ребенок перенес еще одну операцию. До сих пор школьник находится в больничной палате, но переведен из реанимации в отделение реабилитации. По словам президента Федерации КУДО Челябинской области Владимира Остапченко, который находился на тех злополучных соревнованиях и был главным судьей, бой проходил по облегченным правилам. Специально для детей до 12 лет. Как того требует регламент. Без ударной техники в партере и жестких акцентированных ударов в стойке. Правда, от официальных комментариев функционер почему-то отказался. Вы можете делать любые сюжеты, но нас сюда притягивать не нужно. Притягивать и разбираться в ситуации теперь будет Следственный комитет Агаповского района. Именно туда передано дело. После этого резонансного случая некоторые родители стали опасаться за здоровье своих детей спортсменов. Особенно они обратили внимание на текст согласия, который подписывается перед каждым соревнованием. Родитель заполняет документ, в котором ответственность за здоровье ребенка полностью берет на себя. Как отмечают в Минспорте региона, а также тренеры и организаторы соревнований, серьезные травмы случаются на турнирах крайне редко. А проводить любые соревнования до 7 лет и вовсе запрещено. Спортсмены же младше 12-ти борются за медали во всех единоборствах по щадящим правилам. Начиная с 7 до 10 лет идут очень серьезные ограничения. В данном случае по грэплингу отсутствуют все болевые и удушающие приемы. С 10 до 12 лет идут выходы на болевые приемы на руки, но их проводить не дают тренера. Удушающие приемы запрещены полностью. Некоторые родители считают, отдавая ребенка в большой спорт, всегда есть небольшой риск, что он получит травму. Но без этого взобраться на пьедестал почета практически невозможно. Поэтому углубленная проверка здоровья просто необходима. Я родитель и я всегда себе отдаю отчет, что я в первую очередь отвечаю за своего ребенка, где бы он ни был, в школе, в детском саду, на тренировках, дома. Это всегда моя персональная ответственность за его жизнь и безопасность. К сожалению, серьезные травмы и даже летальный исход случаются в спорте высоких достижений. От этого никто не застрахован. 2008 год. Надежда российского хоккея, 19-летний Алексей Черепанов, умер прямо во время матча «Авангард» и «Витязь». У омского хоккеиста остановилось сердце. В том же году, после урока физкультуры, умер 13-летний магнитогорский школьник. Причиной смерти восьмиклассника стало обширное кровоизлияние в мозг. Оно произошло из-за врожденной патологии сосудов. К счастью, такие случаи редкость. Поэтому родители, отправляя своих детей в спортивные секции, должны проводить тщательный медицинский осмотр своих чат. А тренеры контролировать состояние здоровья как на тренировках, так и на соревнованиях. И при малейших противопоказаниях отправлять к врачу. Хочется отметить, что любой вид спорта сопряжен с рисками для здоровья. Будь то хоккей, бокс или единоборство. И только родители могут решить, когда ребенок маленький, куда же все-таки отдать свое чадо. Ведь достичь мировых высот можно и в шахматах, и в водном поло. Наш сюжет сегодня о стрельбе из лука. Отдаем ребенка именно туда. Знакомьтесь. Попасть в яблочко, словно в их китнис из голодных игр, не так сложно, как кажется. Главное тренироваться, оттачивая технику. Это правило усвоила и 12-летняя Ева Ханнес. Девочка всего год занимается в клубе стрельбы из лука, но уже может дать фору главной героине фильма. Нужно, во-первых, встать параллельно мишенью, то есть прям ровно ни правее, ни левее. Нужно хорошо раскрыться в плечах, сделать хорошее натяжение, то есть вот так вот натянуть. И чтобы локоть был прям очень сильный, то есть вот так вот поднять. В стрелковый клуб Ева пришла вслед за одноклассником Егором Костыревым. Мальчик-спортсмен, подающий надежды. Занимается здесь с братом-близнецом. И чтобы не соперничать друг с другом, один выбрал блочный лук. Егор же предпочел классику. Сейчас у нас, ну, все такое технологичное, а тут лук. И я подумала, ну, это было очень давно, в среднем века. Лук состоит из вот этих двух плечей и состоит из рукояти. На рукояти много чего крепится, например, стабилизатор, чтобы был точный выстрел, когда опускали, что гибли, и боковые, чтобы лук не считался по бокам. Пока Егору не удается одержать победу в первенствах, но у него еще все впереди. Тем более для того, чтобы стать чемпионом в будущем, у него сейчас самый подходящий возраст. У нас это сложно, традиционный, во-первых, это вид спорта. У нас должны работать определенные группы мышц. Это в первую очередь у нас плечевой сустав. Также должна быть у нас очень сильная спина. И поэтому, чем в 11-12 лет, еще мышцы полностью подаются именно тренировке. К тому же в этом возрасте дети уже осознают, что оружие не игрушка, и им можно пораниться. К слову о луке. На первых порах в школе его предоставляют. Но потом все же лучше купить свой собственный лук и стрелы. Стоить это будет в районе 12 тысяч. Но плюс в том, что рукоятку не придется менять порядка 5-6 лет. И спортсмену потребуется лишь замена плеч и тетивы, что не так затратно. В этом виде спорта чемпионом может стать любой. Лук легко осваивают и люди с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы стать чемпионом, я думаю, что нужно, первое, очень много времени уделять этому спорту. Полностью погрузиться на него и не бросать даже, когда что-то не получается. То есть идти до конца. А пока его примеру следуют юные спортсмены. И тоже мечтают о том, что когда-то на их шее будет красоваться золотая медаль. Сейчас переходим к награждению победителя. И у нас есть Михаил Потапов, который правильно ответил на вопрос прошлого выпуска. Катя, ты вела эту передачу? Да, я повторю. Конечно же, у нас был вопрос, сколько претендентов от Челябинской области планируется отправиться в Олимпиаду Токио. И вы ответили. С удовольствием. 17 человек. Абсолютно верный ответ, да. Мы вам вручаем два билета. На игру трактора. Хочется отметить, что Михаил такой молодец. Он к нам ехал из Озерска. Спешил для того, чтобы взять эти билеты. С кем пойдете? С удовольствием в матч пойду с сыном своим. Тем более, он очень любит хоккей. Я сам любитель этих вещей. Это будет уже наш второй матч. Тогда эти билеты прямо нашли своего обладателя. Спасибо. Вам хорошего хоккея, яркой игры. А нашим телезрителям мы советуем участвовать. В наших розыгрышах у нас много призов. А теперь вопрос этого выпуска. Итак, сколько бросков по воротам наносит один хоккеист школы «Трактор» в новом спортивном зале? Свои ответы прислайте на почту vssobaka1obl.ru и обязательно указывайте номер телефона в письме для обратной связи. Увидимся с вами через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...